ТЮМИН ЖРЕБИЙ РУССКОГО ПОЭТА Поэты подобны огромным деревьям многоярусного экваториального леса, гигантам былых эпох, древней и средней жизни. В таких лесах произрастали стометровые секвои, и мы следом за Чарльзом Дарвином наивно полагаем, что именно их теплом сегодня наполнены наши дома. Бесплодные равнины наполняются шумом и трепетом жизни, когда семя, произросшее на скупой почве, становится славным лесом, изменяющим климат и ландшафт, пейзаж и звучание. Приведу только один пример, хотя я простой, но очень меня заинтересовавший, предлагает выдающийся учёный пример сложных отношений всех животных и растений друг к другу в борьбе за существование. Но странное дело – это скорее пример жизненного порыва, гармонии и красоты жизни, а не излюбленной двадцатым столетием борьбы за существование и естественного отбора. В Стаффордшире, в имени одного моего родственника, где я располагал всеми удобствами для исследования, находилась обширная и крайне бесплодная березковая равнина, которая никогда не касалась рука человека. Но несколько сотен акров той же равнины двадцать пять лет назад были огорожены и засажены шотландской сосной. Перемена в природной растительности засаженной части равнины была замечательна и превышала ту, которая обычно наблюдается при переходе с одной почвы на совсем иную. Не только относительное число растений вересковой формации совершенно изменилось, но в посадке процветало двенадцать новых видов, не считая злаков и осок, не встречающихся на вересковой равнине. Но последствия для насекомых было ещё большим, так как в сосновой посадке стали обычными шесть видов насекомоядных птиц, не встревчавшихся на вересковой равнине, где водилось два или три вида этих птиц. Мы видим, как велики были последствия от интродукции одного только дерева, ведь всё ограничилось только огораживанием для защиты от потравы скотом. Чарльз Дарвин Происхождение видов Так же и мысль. Обороните мысль от потравы скотом, дайте прорасти её семенам, и тогда она сказочно обратится и родит новые формы и виды, и прежде неслышанные прекрасные голоса наполнят пением некогда бедное и унылое пространство. В вагоне Снова дорога И с силой магической всё это вновь охватило меня, грохот носильщики, свет электрический, крики, прощанье, свистки, суетня. Снова вагоны едва освещённые, тусклые пятна теней, лица склонённые спящих людей, мерный, вечный, бесконечный, однотонный шум колёс, шёпот сонный, мир бездонный мысль унёс. Жизнь, работа, где-то кто-то, вечно что-то всё стучит, тита-то-то, вечно что-то мысли сонной говорит. Так вот в ушах и долбит, и стучит это, тита-та-та-та-та-та-та-та-та, мысли с рыданьями ветра сплетаются, поезд гремит, перегнать их старается. Чудится, еду в России я, тысячи вёрст впереди, ночь неприютная, тёмная, станция в поле, огни её, глазки усталые, томные, шепчут «иди». Страх это, горе, раздунье, иль что ж это? Новая близица, старая прожито, прожито-отжито, вынуто-выпито, тита-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чудится степь бесконечная, поезд по степи идёт, в вихре рыданий и стонов слышится песенка вечная, скользкие стены вагонов, дождик сечёт. Песенкой этой всё в жизни кончается, Ей уже новое вновь начинается, и бесконечно звучит и стучит это тита-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Странникам вечным, в пути бесконечном, странствуя целые годы, вечно стремлюсь я, верую в счастье, и лишь в ненастье, в шуме ночной непогоды, веет далёкую Русью. Мысли с рыданиями ветра сплетаются, с шумом колёс однотонным сливаются, и безнадёжно звучит и стучит это тита-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Май 1901. В поезде между Парижем и Тулузой. Человек не создан природой и эволюцией. Человек создаётся непрерывно, снова и снова создаётся, создаётся в истории с участием его самого, его индивидуальных усилий. Мираб Мамардашвили. Создавая себя, человек создаёт свою историю, творит собственный мир. Миротворчество Максимилиана Волошина входило в его мифа творчества, мифа о великом, мудром и добром человеке. Марина Цветаева. Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом. Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, т.е. он всё выправлял. Нет, никакой такой поэтессы Чарубины не было. Был Максимилиан Волошин под псевдонимом. Миф не миф, был не был, но зевсоподобие кимерийского отшельника с годами всё менее казалось случайным. Над усобицей гражданской войны майский лес русских гениев, сад расходящихся тропок в круг его дома. Было, 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 а как это бывшее и несравненно больше есть, чем сущее. Марина Цветаева. Было и есть. Благодарный как тибель, на чьей сухой почве произрастали новые семена. Островок мирной мысли в революционные и послереволюционные годы, и садовник, терпеливо возделывающий свой сад. Усобица. Готовность. Посвящается Дурылину. Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещенье, совести, огня и вод. Апокалиптическому зверю, вверженный в зияющую пасть, павший глубже, чем, возможно, пасть, в скрежете и в смраде. Верю. Верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии, и из недр обугленной России говорю. Ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия, если ж дров в плавильной печи мало. Господи, вот плоть моя. 24 октября 1921. Феодосия. Описание плоти для плавильной печи приводит Иван Алексеевич Бунин. Он был невысок ростом, очень плотен, широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темнорус, кудряв и бородат. Из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека – что-то бычье и, вместе с тем, круторога-баранье. Пожив в Париже среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую чёрную шляпу, бархатную куртку и накидку. Усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и очаровательное, хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Несколько иную трактовку Зевсоподобного даёт Марина Ивановна Цветаева. Если каждого человека можно дать пластический, Макс – шар. Совершенное видение шара. Шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар меча, которым он отпрыгивал от земли, походка, и от собеседника, чтобы снова даться ему в руки, шар шара живота. И молния в минуты гнева, вылетавшая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая. Разбейся, о, шар, поссорься с Максом. Да, земной шар, на котором, как известно, горы и высокие, бездны и глубокие, и который всё-таки шар. И крутился он бесспорно вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество. Этим продолжительным протяжным словом дан весь Макс с людьми и весь без людей. Спутник каждого встречного, и, отрываясь от самого близкого, спутник неизвестного нам светила. Отдалённость и неуклонность спутника – то, что-то, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им, и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только пространство между светилом и спутником – то, уменьшавшееся, то, увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пять ближе, ни на пять дальше, а в общем всё то же. То равенство притяжения и отдаления, которое, обрекая друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно разнит. Марина Цветаева «Живое о живом» Гражданская война Одни восстали из подполей, из ссылок, фабрик, рудников, отравленные тёмной волей и горьким дымом городов. Другие – из рядов военных, дворянских, разорённых гнёзд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух мель незапамятных пожаров, и жив степной разгульный дух и разиных, и кудеяров, в других, лишённых всех корней, тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. В других весь цвет, вся гниль империй, всё золото, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь всковать Россию, другие, разнуздав стихию, хотят весь мир пересоздать. В тех и других война вдохнула гнев, жадность, мрачный хмель разгула, а вслед героям и вождям храдётся хищник стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам. Сгноить её пшеницы груды, её бесчестить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи, средь золотых великолепий, конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глаз. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных. Правда, с нами. А я стою один меж них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Нет обратнее стихов, чем Волошина и Чарубины, ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей, целиком мужественен, т. е. голова и пять чувств, из которых больше всего зрения. Поэт – живописец и воятель, поэт – миросозерцатель, никогда не лирик, как строй души, и он так же не мог написать стихов Чарубины, как Чарубина его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй – никогда, что один мужчина, другой – женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущественность в деле поэтической силы, мужского и женского, естественность одной и той же полыни в стихах при одном и том же полынном местопребывании, как Тибели. Право всякого на одну полынь, лишь бы полынь выходила разное, и, наконец, самостоятельный Божий дар ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. Марина Цветаева «Живое о живом» «Нет ничего легче, как признать на словах истинность всеобщей борьбы за жизнь», – писал зоолог Чарльз, не подозревая, что не в природе дело, а в том кошмаре сознания, которое Фридрих Ницше выразил одной формулой «Бог умер». Ничтоже, сумняшися, о человеке и обществе написал Дарвин свой знаменитый труд «Происхождение видов». Полтора столетия мы не догадываемся, что проецируем вовне свои общественные повадки и придаём им статус законов природы. Трихийные существа микроскопические несли пафос борьбы за существование и естественного отбора из происхождения видов в «Марксовый капитал». Нет ничего легче, как признать на словах истинность всеобщей борьбы за жизнь, и нет ничего труднее, по крайней мере, я нахожу это, как не упускать никогда из виду этого заключения. И всё же, пока оно не укоренится в нашем уме, вся экономия природы со всеми явлениями распространения, редкости, изобилия, вымирания и вариации будет представляться нам, как в тумане, или будет совершенно неверно нами понято. Лик природы представляется нам радостным. Мы часто видим избыток пищи. Мы не видим или забываем, что птицы, которые беззаботно распивают вокруг нас, по большей части питаются насекомыми и семенами, и, таким образом, постоянно истребляют жизнь. Мы забываем, как эти певцы или их яйца и птенцы, в свою очередь, пожираются хищными птицами и зверями. Мы часто забываем, что если в известное время пища имеется в изобилии, то нельзя сказать того же о каждом годе и каждом времени года. Чарльз Дарвин «Происхождение видов» Бойня. Феодосия. Декабрь 1920. Отчего, встречаясь, бледнеют люди и не смеют друг другу глядеть в глаза? Отчего у девушек в белых повязках восковые лица и круги у глаз? Отчего под вечер пустеет город? Для кого солдаты оцепляют путь? Зачем с таким лязгом распахиваются ворота? Сегодня сколько? Полтораста? Сто? Куда их гонят вдоль чёрных улиц, ослепших окон, глухих дверей? Как рвёт и крутит восточный ветер и сжёт и режет и бьёт плетьми? Отчего за чумной по дороге к свалкам брошен скомканный кружевной платок? Зачем уронен клочок бумаги, перчатка, нательный крестик, чулок? Чьё имя написано карандашом на камне? Что нацарапано гвоздём на стене? Чей голос грубо оборвал команду? Почему так сразу стихли шаги? Что хлестнуло во мраке так резко и чётко? Что делали торопливо и молча потом? Зачем, уходя, затянули песню? Кто стонал так долго, а после стих? Чьё ухо вслушивалось в шорох ночи? Кто бежал, оставляя кровавый след? Кто стучался и бился в ворота и ставни? Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним? Отчего перед рассветом, к исходу ночи, причитает ветер за карантином? Носят вёдрами спелые грозды, валят ягоды в глубокий ров. Ах, не грозды носят, юношей гонят к чёрному точилу, давят вино, пулемётом дробят их кости и кольём протыкают яму до самого дна. Уж до края полно давила кровью. Зачермленили терновник и полынь кругом, прохватит морозом свежие грозды, зажелтеет плоть, заиндевеют волоса. Кто у часовни Ильи Пророка на рассвете плачет, закрывая лицо? Кого отгоняют прикладами солдаты? Не реви! Собакам собачья смерть. А она не уходит, а всё плачет и плачет, и отвечает солдату, глядя в глаза. Разве я плачу о тех, кто умер? Плачу о тех, кому долго жить. 18 июля 1921. Октябрь. Столько вопросов, а ответ в полном названии творения Дарвина. Происхождение видов путём естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь. Да, именно рас. Struggle for life. Сосуществование поэта с поэтом, – утверждала Марина Цветаева, – равенство известного с безвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым «зрелым» стихам, как 36-летний Максимилиан Волошин к моим 16-летним. Так люди считаются только спатентованным, для них, из-за большинства голосов славы, несомненным. Ни в чём и никогда Максимилиан Волошин не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил из-за моей промахи, как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра. А времена были сильно мэтровые. Всё от спутника. Могу сказать, что он стихи любил совершенно так, как я, т.е., как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадёжной любви к недоступной силе. И одновременно всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу солнечный луч. Было, 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 а как это бывшее несравненно больше есть, чем сущее, как есть навсегда есть, как бывшего нет. Живое о живом. Все мы ангелы десятого круга. И в самых глубоких кругах преисподней террора и голода Максимилиан Волошин хранит веру в человека. Дуэлянт, мистификатор, революционер, он пишет На дне преисподней памяти Александра Блока и Николая Гумилёва. С каждым днём всё дичи и всё глуше, Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит, Не позвать, не крикнуть, Не помочь. Тёмин – гребий русского поэта. Неисповедимый рок ведёт Пушкина под дуло пистолета Достоевского на эшафот. Может быть, такой же гребий выну, Горькая детоубийца Русь, И на дне твоих подвалов сгину Или в кровавой луже поскользнусь, Но твоей голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но судьбы не изберу иной. Умирать так умирать с тобой, И с тобой, как лазарь, Встать из гроба. 12 января 1922 КОКТЕБЕЛЬ Как почти все его современники-стихотворцы, Стихи свои он читал Всегда с величайшей охотой, Всюду, где угодно и в любом количестве, При малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал Свои толстые плечи, Свою и без того высоко поднятую Грудную клетку, На которой обозначились Под блузой почти женские груди, Делал лицо олимпийца, Крамовержца И начинал мощно и томно забывать. Кончив, сразу сбрасывал в себя эту грозную и важную Маску, Тотчас же, опять очаровательная И вкратчивая улыбка, Мягко-солонно-переливающийся Голос, Какая-то радостная готовность Ковром лечь под ноги собеседнику И осторожное, но неутомимое Сладострасти и аппетита, Если дело было в гостях, За чаем или ужином. Иван Алексеевич Бунин Воспоминания Мой единственный идеал – это град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времён. Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества. Я не могу иметь политических идеалов, потому что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь – путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм – всё это только различные виды пламени, проходя через которые и перегорчает и очищается человеческий дух. Я равно приветствую и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, так же, как епископ Турский и святой Лу приветствовал Аттилу. Да будет благословен твой приход, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя. Максимилиан Волошин Россия распятая Дом поэта Дверь отперта, переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог, В прохладных кельях, беленых и звёздкой, Вздыхает ветер, живёт глухой раскат волны, взмывающей на берег плоский, полынный дух и жёсткий треск цикад. А за окном расплавленное море, Горит парчой в лазоревом просторе, Окрестные холмы вызорены колючим солнцем, Серебро полыни, на шиферных окалинах пустыни, Торчит вихром косматой седины. Земля могил, молитв и медитаций, Она у моря вырастила мне, Скупой посев айлантов И акаций в ограде Тамариско. В глубине, за их листвой, разодранной ветрами, Скалистых гор, зубчатый окоём, Замкнул залив алкеевым стихом, Асимметрично строгими строфами. Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан, И побережьем этих скудных стран Великий пафос лирики завещан, С первоначальных дней, когда вулкан Метал огонь из недр глубинных трещин И дымный факел в небе потрясал. Вон там, за профилем прибрежных скал, Запечатлевшим некое подобье Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье, Как рухнувший готический собор, Торчащий непокорными зубцами, Как сказочный базальтовый костёр, Широко вздувший каменное пламя, Из сизой мглы над морем вдалеке Встаёт стена, но сказ о Карадаге Не выцветить ни кистью на бумаге, Не выславить на скодном языке. Я бы очень хотел так писать, как Чарубина, Но я так не умею. Волошин часто сидит у нас по вечерам, По-прежнему мил, оживлён, весел. «Бог с ней, с политикой, Давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои портреты. В портрете Савенкова – отличная черта, Сравнение его профиля с профилем лося. И вам будем воспоминания. Тиберийскими афинами называл Коктебиль поэт и переводчик Георгий Шенгеле. Тысячелетнее борение космических сил здесь Вылилось наружу, Оцепенело в напряжённом равновесии. И припасть к разверстым недрам трагической земли Так же отрадно, как омыться гигзаметрами Гомера И сгореть вместе с градом Копеносца Приама. И Коктебель, как магнитные горы Аравийских преданий, влечёт к себе художников – Мрамора, кисти, слова. В изломах окрестных хребтов покоятся профили Жуковского, Пушкина, Северянина, Волошина, Гомера, Шиллера. И сами улицы посёлка окружены – улица Тургенева, улица Чехова. И белые домики принадлежат Григорию Петрову, Максиму Горькому, поэтессе Аллегро Соловьёвой, сестре Владимира Соловьёва, Максимилиану Волошину. И каждое лето полны эти домики – Алексей Толстой, Мандельштам, Ходосевич, Городецкий, Шарвашидзе, Багаевский, Еврейнов, Шаляпин, Гиппиус, Герцик, Гумилёк, Парнок – все побывали тут. Коктебель – республика, со своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой покоящейся на естественном праве, со своими патрициями, художниками и плебеями – нормальными дачниками. И признанный архонт этой республики – Максимилиан Волошин. Хорошо в его скромном дворце вы поднимаетесь по деревянной лестнице, где вас дружелюбно облаивает лохматый Алладин, и входите в башню-мастерскую. Хоры вокруг стен, многоэтажная библиотека, пёстрые драпировки в перемешку с акварелями и японскими эстампами, в глубокой нише – каюте, гипсовая голова царевны Таиах, на многочисленных полках кисти и краски, куски базальта и фантастические корневища, выбрасываемые морем. Никого. Георгий Шенгели, Кемерийские Афины Я много видел. Дивом мирозданья, картинами и словом отдал дань. Но грудь узка для этого дыханья, для этих слов тесна моя гортань. Заклепаны клокочущие пасти, в остывших в недрах мрак и тишина. Но спазмами и судорогой страсти здесь вся земля от века сведена. И та же страсть, и тот же мрачный гений в борьбе племён и в смене поколений. Досели грезят берега мои смолённые ахейские ладьи, и мёртвых кличет голос Одиссея. И кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернея. Наносы рек на сажень глубины насыщены камнями, черепками, могильниками, пеплом, костяками. В одно русло дождями сметены и грубые обжиги неолита, и скорлупами лецких тонких ваз, и позвонки каких-то пришлых рас, чей облик стёрт, а имя позабыто. Сармадский меч и скифская стрела, а львийский герб – слезница из стекла, татарский глёт – силеновато бусы, соседствует с венецианской бусой. А в кладке стен кордонного поста среди булыжников оцепенели узорная арабская плита и угол византийской капители. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата от римских блях и эллинских монет до пуговицы русского солдата? Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперёд. После девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта. Он ест жадно и с наслаждением. И всё говорит, говорит, и всё на самые высокие и трагические темы. Иван, будем воспоминаниями. Преодолеваете внутреннюю лестницу и входите в кабинет. Гипсово и Пушкин и Гоголь, Маски Гомера, Петра, Достоевского, Толстого, Химеры с Нотр-Дам и вновь книги. С уютной Софы подымается невысокий грузный человек. Тёмно-рыжие и поседелые волосы, сдержанные ремешком, синий античный хитон, сандалии, внимательные серые глаза. Из-под подрезанных усов – нежный женский рот. Волошин Начинается беседа. Внимательно выслушивая партнёра, принимая все его положения, Волошин незначительными поправками доводит его до согласия с собой. И тогда – изумительный гейзер знаний, своеобразнейшие сопоставления и сближения. Вырастает стройная система воззрений на мир, на человека, на искусство. Потом становится парадоксальной. И вы теряете отчётливое представление, серьёзно ли говорят с вами. Из-под непроницаемой брони логики сквозит всё время лёгкая усмешка. Защищая магизм, оккультные манипуляции, Волошин обращается к потусторонним силам, когда-то пытавшимся так или иначе вторгнуться в его жизнь, с увещеванием. Пожалуйста, без чудес. В обществе надо себя вести прилично. Георгий Шенгеле, Кемерийские Афины Войди, мой гость, стряхни житийский прах, И плесень дум у моего порога, С одна веков тебя приветит строго Огромный лик царицы Таиах. Мой кров убог, и времена суровы, Но полки книг возносят со стеной, Тут по ночам беседуют со мной Историки, поэты, богословы. И здесь их голос властный, как орган, Глухую речь и самый тихий шёпот, Не заглушит ни южный ураган, Ни грохот волн, ни понта мрачный ропот. Мои ж куста давно замкнуты. Пусть почётней быть твердимым наизусть, И списываться тайно и украдкой, При жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты, и я, мы все имели честь, Мир посетить в минуты роковые, И стать грустней и зорче, чем мы есть, Я не изгой, а опасенок России. Я в эти дни немой её укор, И сам избрал пустынный сей затвор Землею добровольного изгнания, Чтоб в годы лжи, падений и разрух Дух, в уединенье выплавить свой дух, И выстрадать великое познанье. Я даже дивился на него. Так далеко шагнул он вперёд И в писании стихов, и в чтении их, Так силён и ловок стал, и в том, и в другом, Но слушал его даже с некоторым негодованием, Какое, что называется, великолепное, Самоупоённое, и по каким обстоятельствам Места и времени – Кощунственное Славоизвержение. И, как всегда, всё спрашивал себя. На кого же, в конце концов, похож он? Вид как будто грозный, Пенсне строго блестит, В теле всё как-то поднято, надуто, Концы густых волос, разделённых на прямой пробор, Завиваются кольцами, борода чудесно круглится, Маленький ротик открывается В ней так изысканно, а гремит и завывает Так гулко и мощно, Кряжистый мужик русских крепостных времён – Приап, Кошелот, Иван Бунин, Воспоминания. Он читает стихи, Читает превосходно, И чужие стихи читает лучше своих, И пламенно восторгается ими. Чтение перемежается рассказами о поэтах, Серьёзными и шутливыми. Присылает мне Илья Эренбург книгу стихов. Книга неправильно сбрашурована. Обложка вверх ногами. Я сначала вознегодовал, Сочтя это намеренным. Потом понял. Приходит ко мне сестра поэта, Желая поговорить о присланной книге. Я беру книгу и читаю. Она потом пишет брату. Какой оригинал этот Волошин! Представь, держал твою книгу вверх ногами и так читал. Даже неприятно. Вы прощаетесь. Приходите вечером чай петь. Надо пойти. Там вас угостят мистификацией. Георгий Шенгелий, Кемерийские Афины Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, Так минет всё Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется. Расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни. Проходит человек. Но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днём. Благослови свой синий окоём. Будь прост, как ветер, Неистощим, как море, И памятью насыщен, как земля. Люби далёкий парус корабля И песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни Всех веков и раз Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 25 декабря 1926. КОКТЕБЕЛЬ Поэт – форма достаточно редкая и к миру вещей в обыкновении своём в известной степени не приспособленная. Если верить сэру Чарльзу, давно уже следовало бы умереть последнему её представителю. Естественный отбор действует только посредством сохранения вариаций полезных, которые поэтому укореняются. Вследствие быстрого возрастания численности всех органических существ до геометрической прогрессии. Каждый ареал уже до предела заполнен обитателями, а из этого вытекает, что так как благоприятствуемые формы увеличиваются в числе, то менее благоприятствуемые уменьшаются в числе и становятся редкими. Редкость формы – предвестник вымирания. Для нас ясно, что всякой форме, представленной малым числом особей, грозит опасность окончательного исчезновения во время резких сезонных колебаний в природе, либо из-за временного увеличения числа её врагов. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. Временное увеличение числа врагов живой мысли чревато последствиями необратимыми. Там, где была Россия, появилось безродное образование из четырёх букв и левиафаном поело редкие и менее благоприятствуемые формы – людей, республики, улицы, города. Имеются исторические данные, что в Йоркшире, водившийся в старину чёрный рогатый сход, был вытеснен лангордами, а эти последние были сметены шортгордами, словно какой-нибудь моровой язвой. Чарльз Дарвин. И ничего не изменишь. Хотели естественный отбор – не жалуйтесь. Однако совсем не укладывается в суровый языческий закон приговор, каким образом из оруженосцев получаются паладины и с подмастерьей успевают вырасти мастера. В мире сил – какая сила хранит их? Твари и созвездия одинаково равны перед ней. И мир, оказывается, жив не борьбой за существование и естественно неестественным отбором, но словом, призвавшим к бытию вещи и солнца. Подмастерье Посвящается Юлии Фёдоровне Львовой Мне было сказано несветлым лирником, что нижит широкие и щедрые слова на вихри струнные, качающие душу. Ты будешь подмастерьем словесного святого ремесла. Ты будешь кузнецом упорных слов, вкус, запах, цвет и неру выплавляя их скрытой сущности. Ты будешь ковалом и горнилом, чеканщиком монет, гранильщиком камней. Стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность. Нет грани меж прозой и стихом, речение, в котором все слова притёрты, пригнаны и сплавлены умом и терпугом, паялом и терпеньем, становится лирической строфой. Будь то страница тацита или медный текст закона. Для ремесла и духа единый путь – ограничение себя. Чтоб научиться чувствовать, ты должен отказаться от радости переживаний жизни, от чувства отрешиться ради сосредоточья воли и от воли для отрешённости сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить, тогда из глубины молчания родится слово, себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни. Но знай, что каждым новым осуществлением ты умерщвляешь часть своей возможной жизни. Искусство живо живою кровью принесённых жертв. Ты будешь странником по вещим перепутьям Срединной Азии и Западных морей, чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья, чтоб испытать сыновность и сиротство и немоту отверженной земли. Душа твоя пройдёт сквозь пытку и крещенье, страстною влагою, сквозь зыбкие обманы небесных обликов, зерцалок земных вод. Твоё сознание будет потеряно в лесу противочувств. Средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира, твой дух, дерзающий, познает притяженье созвездий правящих и волящих планет. Так, высвобождаясь от власти малого, беспамятного я, увидишь ты, что все явления – знаки, по которым ты вспоминаешь самого себя и волокно за волокном сбираешь ткань духа своего, разодранного миром. Когда же ты поймёшь, что ты не сын земле, но путник по вселенным, что солнце и созвездия возникали и гибли внутри тебя, что всюду и в тварях и вещах томится божественное слово, их бытию призвавшее, что ты освободитель божественных имён, пришедший из назвать всех духов, узников, увязших в веществе, когда поймёшь, что человек рождён, чтоб выплавить из мира необходимости и разума вселенную свободы и любви, тогда лишь ты станешь мастером. 24 июня 1917 Коктебель Слово, себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни, быть может, потому сказано, что слово – это Бог. Мы на чужбине, и именно деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни, Николай Гумилёв. Это их удел – безмолвно подниматься в вышину неисчислимые тысячелетия. Поэт же не может ни петь, ни плакать. Живое слово чёрными значёчками напечатано на тленной бумаге. Но все явления – знаки, и потому в мире нет ничего лишённого смысла, знак к знаку, волокно к волокну, так мы собираем ткань духа своего, разодранного миром. Кимирийская весна Фиалки волн и гиацинты пены Цветут на взморье около камней. Цветами пахнет соль Один из дней, когда не жаждет сердце перемены И не торопит приходящий миг, Но пьёт так жадно златокудрый лик Янтарных солнц, Просвеченных сквозь просень. Такие дни под старость дарит осень. 20 ноября 1926. Коктебель Мы идём к себе весьма издалека, Анфиладами пустынных зал, Коридорами полутёмных пространств. Идём, дробясь в отражениях, Теряясь в зеркалах, Через мистификации и неясные видения прошлого, Ангелы десятого круга в поисках своей потерянной сути. К себе можно и не прийти. Путь далёк и запутан. Итог всех страстей – Чудесное превращение в мастера из подмастерья. Смерть не страшила его, Вспоминала Евгения Герцик. Быть может, в иные дни В глубине влекла, Как того, чей дух полон, Мысль додумана. В августе 32 года он умер. В своей предсмертной болезни Был трогательно терпелив и просветлён. Евгения Герцик. Болошадь. Выйди на кровлю, Склонись на четыре Стороны света, Простерши ладонь, Солнце, вода, Облака, Огонь, Всё, что есть прекрасного В мире. Факел косматый В шафранном тумане, Влажный парчою Расплесканный луч, К небу из пены Простёртые длани Облачных грамот Закатный сургуч. Гаснут во времени, Тонут в пространстве Мысли, события, Мечты, Корабли. Я ж уношу В своё странстве Странствень Лучшее Из Наваждений Земли. 11 октября 1924 Октябрь Субтитры создавал DimaTorzok